У входа в Троицкий собор города Щелково теперь возвышается скульптура цесаревича Алексея, последнего наследника русского престола. Открытие памятника Страстотерпцу, с чем именем связаны сам Троицкий собор, событие долгожданное для православных верующих Щелково. Храм был построен в начале прошлого века по просьбе верующих, когда на свет появился долгожданный в царской семье ребенок, единственный сын и законный наследник русского престола. Однако в начале 20-го столетия страну ожидали мрачные события. Февральская революция, отречение от престола Николая II, Октябрьская революция, приход к власти большевиков и арест царской семьи. Заточением императора и его родных эта история не закончилась. В ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге всю царскую семью вместе со свитой расстреляли без суда и следствия. Жестокой казни не удалось избежать даже детям. Самым юным был цесаревич, ему не исполнилось и 14 лет. Идея возведения памятника Страстотерпцу возникла еще в 2014 году. Спустя три года был создан фонд сбора пожертвований на изготовление и установку скульптуры. Однако воплотить идею в реальность удалось лишь через несколько лет. Благодаря администрации и лично главе округа Андрею Алексеевичу Булгакову удалось существенно пополнить счет фонда и наконец-то установить памятник. Поздравляю участников сегодняшнего мероприятия и всех православных верующих. Поистине важные события, которые войдут в историю городского округа Щелково. Огромная благодарность нынешнему главе городского округа Щелково Андрею Алексеевичу Булгакову, потому что когда он принял меня с вопросами, которые были в благочине, на первом месте стоял вопрос о памятнике, о его финансировании. Андрей Алексеевич сразу поставил этот вопрос во всеуслышание и начался сбор пожертвований. И вот прошло совсем немного и памятник стоит на своем месте. Сотрудники администрации округа, военнослужащие и юноармейцы, священнослужители и православные верующие собрались у главного входа в Троицкий собор в день открытия памятника. Осветил скульптуру цесаревича Алексея епископ Балашихинский Орехово-Зуевский Николай. Трудно сказать что-то новое от царственных мучеников. Столько хороших книг о них, столько важных документов найдено и опубликовано. Но для нас важно другое. Для нас важно, что в этом замечательном городе, в этом замечательном соборе, который связан с именем царевича, появилось его скульптурное изображение. Появилось не только как икона, но и как знак нашей преданности, любви, нашей верности, нашей истории. Для появления этого памятника понадобилось порядка семи лет. Все эти годы над ним трудился скульптор Сергей Сережин. Все от идеи до установки обсуждалось мастером с благочинием и представителями фонда. Изготавливался памятник в мастерской в Сергиевом Посаде, откуда скульптура и была доставлена в Щелково. Поскольку было принято решение установить памятник возле храма, автор выбрал царское облачение для цесаревича. Именно так он изображен и на иконе. Памятник был установлен на бетонное основание. Сверху дымовский камень весом 4 тонны. Постаменты сама скульптура цесаревича выполнены из бронзы. Для установки понадобилось несколько часов. И процесс оказался весьма трудоемким, ведь специалистам важно было не допустить ни единой погрешности. За всей работой Сергей Сережин следил лично, руководил процессом и не упускал ни на секунду из вида результат многолетнего труда. Как своего, так и других мастеров студии, которые трудились вместе с автором над изготовлением памятника. Слава благодарности вообще всем сопричастным этому событию, потому что я автор, да, то есть идея самого композиционного решения принадлежит мне. Но не я один трудился над этим памятником, это около 20 человек. Благодаря человеческому неравнодушию, любви к истории и культуре нашей страны, памятник был воздвигнут у главного входа в храм. Ранее рассматривались и другие варианты установки, но все же профильная комиссия выбрала Троицкий собор как самое подходящее и символичное место для скульптуры цесаревича. Памятник, конечно, сложная судьба, действительно несколько мест рассматривали. Открытие памятника – это очень-очень радостное событие. Такие вот памятники, как цесаревичу Алексею, они нас объединяют и делают чище, делают нравственней. Поэтому, конечно, вот здесь в Щелково будет этот памятник как духовно-нравственный ориентир для очень многих. Стартотерпцу, да еще такому молодому человеку, пострадавшему во имя Христа, да он очень достоин. Для верующих Щелково открытие такого долгожданного памятника стало благою вестью. Символичное то, что церемония совпала с большим церковным праздником – с ретенем Владимирской иконы Божьей Матери. Анна Балиец, Сергей Василевский, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.